12 команд участниц и в каждой выступают одноклубники Сергея Строенко. Вместе играли в Тираспольском Телегуле и сборной Молдавии. Все воспитанники столичной школы футбола. Люди приезжают не только из Тирасполя, а из Москвы ребята приехали. Благо уже близки новогодние праздники. Поэтому это такая дружеская атмосфера. Вот здесь главное не победа, а участие. На поле команда 1984 года выпуска. В составе футболисты известные по играм в Тирасполе и Шерифе. Это Сергей Журик, Виктор Булат и Евгений Городецкий. Теперь играют в Амалеге за Интерднестрком и Вивафарм. А на памятном турнире в одной команде. Здесь никаких уже нет на этом турнире ни очных сталок, ни Вивафар, ни интерднестрком. Мы все занимались детско-юношеском футболе когда-то. Знаем друг друга очень давно. Виктор Булат – одноклубник Сергея Строенко. В начале нулевых футболисты играли в Телегуле. А вот Станислав Иванов вместе с Кэпом защищал цвета сборной Молдавии. Значимая фигура была. Он был настоящий капитан и доказывал это и вне поля, и на поле. Очень я рад, что был с ним знаком лично и играли вместе. Свой последний чемпионский трофей Сергей Строенко завоевал в Молдавии на турнире среди ветеранов спорта вместе с вратарем Евгением Хмаруком. До этого одноклубники играли за Телегул. Но их связывает не только футбол. Да, он крестил мою дочку. И не просто так. То есть это человек довольно-таки светлый, чистый. И было всегда приятно приходить к нему в гости. Всегда я ничего плохого не могу сказать, как говорится, данному человеку только положительную сторону. Это можно перечислять бесконечно. Боюсь, времени данной передачи не хватит. Но футболистам хватило дня, чтобы определить победителя. Им стала команда ветеранов 40+. Герой финального матча Евгений Хмарук. Он отразил два пенальти, а его клуб со счетом 2-0 выиграл у футболистов 1987 года выпуска.